МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По ее мнению, дизайнеры действительно постарались. Прекрасное сочетание материалов и форм. Перед пассажирским сидением есть удобная полка для гаджетов с нескользящей поверхностью. Все кнопки на своих местах. Сенсорным дисплеем удобно пользоваться. Он очень отзывчивый. Народные пилоты особое внимание уделили водительскому креслу. Оно очень удобное, имеет 8 регулировок и оснащено поясничным валиком. В топовой версии, которую тестировали девушки, предусмотрен подогрев передних сидений, а также масса современных приятных опций. Датчики света и дождя, раздельный климат-контроль, неплохая аудиосистема и навигация с сенсорным экраном. Круиз-контроль, камера заднего вида. Действительно люксовый салон, на мой взгляд. Очень удобный. И я хочу сказать о том, что для водителя максимальный комфорт представляет собой сидение. Оно регулируется не только вперед-назад, вверх и вниз, но также мы можем регулировать под спиной подушку, и сама подушка тоже регулируется. Пассажиры тоже не останутся в обиде. Между задними сидениями есть удобный складывающийся подлокотник. Места достаточно. Правда, только для двух пассажиров. Втроем ехать уже тесновато. Задние сидения складываются в пропорции 60 к 40 и регулируются до положения полулежа, а также складываются очень легко и просто в ровный пол. Под полом в багажнике находится запасное колесо. В целом багажник невелик. Большой собаке там будет тесновато, но вполне достаточно места для личных вещей – чемодана. К примеру, без проблем поместится большая коробка с нужными автомобильными мелочами. Тестируемый RAV4 имеет бензиновый двигатель объемом 2,5 литра и почти 200 лошадиных сил. При нажатии на педаль газа автомобиль резво разгоняется. Передачи переключаются плавно, без рывков. Автомобиль уверенно держится на дороге. Подвеска средней жесткости. При проезде по неровностям неприятные ощущения и посторонние звуки практически отсутствуют. RAV4 оснащен высоким клиренсом, благодаря которому не возникает проблем с передвижением как по городу, так и за городом. Единственным минусом Наталья Веселая назвала недостаточную шумоизоляцию. Данный автомобиль ведет себя стабильно и уверенно на дороге. Передача переключается плавно, двигатель работает резво. Автомобиль подойдет хорошо для езды и за городом, так как он обладает высоким клиренсом, что позволит спокойно парковаться в труднодоступных местах. По окончании тест-драйва девушки назвали Toyota RAV4 надежным, семейным автомобилем, которым приятно управлять. Благодарим народных экспертов за высказанные оценки и ждем резюме от новых слушателей на электронный адрес нашей программы.